Гранит, вторая горная порода важнейшая. Первая это базальт, из которой состоит земная кора. Немножко поздновато, надо было в эуархее еще, то есть он формируется в эуархее, то есть немножко раньше, чем палеоархей, который сейчас рассматривается. И к палеоархею уже имеется гранит, из гранита состоят континенты, то есть вот суша, она под слоем почвы у нас гранит, а океаны, они идут непосредственно по базальту. Поэтому когда формируется вся вот эта система океан и суши, которая уже в палеоархее как раз и сформирована, там первый континент Альбара возникает и так далее, вот тогда же и формируется вот эта вот фишка земли, что у нас под океанами базальт, под континентами гранит, а под гранитом все равно базальт. Ну принципиально, значит, это кислая порода по своей кислотности. Она состоит в основном из полевого шпата, который делится на плагиокласс и калиевый шпат. 60% гранита это полевой шпат. Полевой шпат это как бы такой совместный оксид алюминия и кремния, то есть там тоже входит кремний, как и во все камни в больших количествах, но также входит алюминий и, как правило, туда же еще и входит калий, натрий и кальций, которые там тоже в граните есть, и все это считается твердым раствором. То есть суть какая всего этого, что это раствор, то есть когда-то это плавилось, переплавилось и получился гранит. Плавилось оно, конечно, в магме, где горячо и жарко. И во время вот вулканических извержений продукта расплава они выбрасываются, и вот так вот гранит получается. Кварц, то есть непосредственно оксид кремния составляет процентов 25, то есть такой камень по умолчанию это кварц, да, то есть оксид кремния. И немножко слюды там обычно бывает 5-10%. В отличие от этого базальт, он, как правило, основание, то есть гранит он, в принципе, кислый, если там добиться, что он перестанет быть камнем особенно. А базальт он, в принципе, основание, хотя бывают кислые базальты. Базальт может редко, некоторые типы базальтов могут содержать небольшое количество шпата. А как раз гранит, как порода, отличается тем, что в основном это шпат. То есть химическая разница между гранитом и базальтом сильная. Хотя и те, и другие, в общем-то, на основе оксида кремния. То есть и в граните, и в базальте в основе оксид кремния, но входят другие соединения с другими оксидами. Прежде всего, оксидом алюминия. Выделяют различные разновидности, в частности, плагиогранит – это светло-серый такой гранит, в котором из шпата преобладает плагиокласс. Плагиокласс серый. Вот такие вот красивые серые граниты – это плагиокласс. А калиево-натриевый полевой шпат, он красный. Поэтому другая разновидность гранита – это розовый гранит, аля скит еще называется. Он такой розовый и может быть и красный прям гранит, где очень много калиево-натриево-полевого шпата. Бывает гранит с роговой обманкой, где вместо слюды идут обманки и так далее. Могут быть разные разновидности по структуре. Допустим, порфировидный гранит содержит удлиненные всякие вкрапления в виде ортоклаза, кварца и так далее. Зерна там, шпата могут быть довольно быстро крошиться. Ну вот такой состав, что там много всяких минералов, он приводит также к структуре сложной граниты, которую мы наблюдаем там слоями, зернами и так далее. Как раз вот эти вот все красивые камни, в основном это все граниты. Геохимическая классификация основана на концепциях о происхождении. Ну вот еще рисую такую хрень большую, я не буду ее всю рассказывать, потому что я не хочу совсем в геохимию углубляться. Ну в общем, принципиально, по возникновению граниты могут быть продуктами плавления осадков, осадочных горных пород, это раз. Второе, продукты плавления магмы, то есть магма плавится и получается гранит. Потом они могут быть два вида дифференциатов, то есть она плавится, а потом она расслаивается, дифференцируется, и поэтому еще там два способа происхождения граниты. Всего четыре типа геохимических гранита выделяются. Граниты в основном образуются, как считается, в зонах вулканизма, естественно, потому что они в магме, там надо магму плавить, чтобы он получился. Но поскольку это континентальные породы, они образуются вот там, где вулканизм идет, на стыках континентальных плит, допустим, вот все вот эти зоны, активные континентальные окраины, всякие вот Анды, там, Камчатка, вот это вот все, вот такая зона, то есть горы возле моря, там, где сталкивается океаническая плита и континентальная, вот там считается, гранит возникает. И там, где сталкиваются континентальные плиты, допустим, Гималайя, вот где Индия наезжает на Еуразию уже много миллионов лет, вот там Гималайя считается вот в таких зонах, когда они были активными вулканами, там возникал активно гранит, и поэтому в этих зонах как раз вот это город из гранита. В срединно-океанических хребтах считается, что образуется только базальт, но некоторые исследования показали, что там есть немножко гранита, то есть, видимо, немного гранит образуется. Как правило, мы все наблюдаем нечистый гранитопродукт выветривания, так как на поверхности происходит выветривание, о чем я отдельный клип сделаю, но, видимо, уже в январе выветривание разных типов. В результате выветривания полевые шпаты рано или поздно превращаются в известную нам глину или каулин. Кварц хорошо держится против выветривания, и такой остается, а следа постепенно ожелтеет. То есть, гранит такой выветренный – это глина, которую мы в больших количествах тоже в почве наблюдаем. До почвы я когда-нибудь дойду, но я следую истории, как все возникало, поэтому до почвы еще далеко, чтобы почва возникла, надо еще, чтобы живые существа на сушу вылезли, а до этого еще очень далеко. В граните могут быть месторождения вольфрама, молебдена, лития, бериллия, рубидия, золота и так далее. В самом граните, как я уже говорил, много алюминия, но, конечно, алюминий из гранита не получают, получают уже из глины. Но, когда кончится алюминий, будут грызть, конечно, гранит. Полезные ископаемые кончаются, рано или поздно, если динамика продолжится к активной эксплуатации природы, дойду до того, что будут, конечно, грызть гранит и базальт, и пытаться все вещи делать из чего-нибудь вот по типу камня, потому что его много. А полезные ископаемые скоро, на самом деле, кончатся. Ну, 100-200 лет, я думаю, вот так вот примерно. Ну, в настоящее время гранит, в принципе, используется везде, где камень используется. Вот то, что мы строительный камень, это часто гранит. Облицовка в строительстве. Он хорошо держится против воды, потому что он уже все, что там могло, уже вода все сделала с ним. Хорошо устойчив к морозу, грязи, поэтому его обделывают помещение гранитом. Типа самое хорошее считается, да, каменная облицовка. Но надо сказать, что в нем могут быть радиоактивные элементы, и даже есть проекты получения урана из гранита, поэтому такая красивая, облицованная полностью камнем квартира, она может, на самом деле, определенную радиацию создавать, и тем самым вызывать рак и так далее. Ну, применяется широко лестница из гранита, колонны, вот это все, отделка помещений, облицовка каминов гранитом, фонтан гранитный и так далее. Брусчатка из гранита, фундаменты, заборы каменные, все, вот это все гранит. Памятники каменные, это все тоже гранит. Всевозможные плиты и так далее. То есть гранит широко сейчас используется, и по всей видимости будет больше, потому что его много. То есть перспективное направление развития, это как раз использовать то, чего много. Воду в океане, гранит, базальт и так далее. А то, чем сейчас все маются типа нефти, газ, оно очень скоро прекратится. Гранит, вообще говоря, загадка, потому что его еще называют визитная карточка Земли. Почему на Земле много гранита, никто пока не знает. На Луне нет гранита. На всех планетах, где мы что-то исследовали, там базальт. Предполагают, что есть гранита на Венере, но Венера плохо исследована, как известно, там кошмарная погода. Туда трудно что-либо запустить. Очень много теорий, как возник гранит, но пока нет однозначного решения. Принципиально считается, что Земля формировалась из того же, из чего и соседние планеты. То есть и Марс, и Луна, и Венера, и так далее. И из того, из чего формировались соседние планеты, может только базальт получиться. Каким образом получился гранит и покрыл у нас все континенты, пока что непонятно. На Марсе нет гранита и так далее. Ну вот явно он связан с водой-то. Почему именно вода формирует гранит? То есть, естественно, на Земле есть еще океаны, которых нигде нет. И, видимо, это как-то связано. Но вот как связано, пока четкой такой картины нет, на самом деле. Ну и, видимо, на этом и все. Потому что у меня тут в материалах бесконечная дискуссия о происхождении гранита, из которых только ясно, что происхождение его... Ну, понятно, что это расплав. А почему именно такой? То есть принципиальное происхождение, что... Да, это расплав в магме полевого шпата, там и вся эта история формируется как раствор. Почему именно такой? Непонятно.